Чувашия встретила всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга. В его рамках на республиканской станции по переливанию крови прошла акция «Давай вступай» по привлечению жителей региона в федеральный регистр доноров. Туда отправилась Ольга Пырочкина и не только для того, чтобы подготовить репортаж. Впереди 42 километра. Справа в черной форме бежит Артем Алискеров, амбассадор всероссийского марафона в поддержку движения донорства костного мозга. Чебоксары – это уже 29-й город, где молодой человек бежит такую дистанцию. Все ради того, чтобы как можно больше людей узнало про данный вид донорства. Несколько лет назад Артем сам был пациентом онкологической клиники. Прошел 31 курс химиотерапии. В 2019 году в январе поставили диагноз «остренефобластный лейкоз». Выписан 11 августа 2021 года. Это может объяснуться каждого. И меня в том числе. Я максимально заинтересованное лицо в этой всей истории. Каждому пятому пациенту, который столкнулся со злокачественным заболеванием крови, нужна трансплантация костного мозга. И только 15-20% нуждающихся удается подобрать совместимого по ДНК донора в его семье. Остальным приходится искать неродственного донора. И это огромная проблема. Шанс найти человека с подходящим генотипом – один на 10 тысяч. Чем больше данных будет в федеральном регистре, тем больше шансов у заболевшего выжить. Попасть в реестр доноров костного мозга можно несколькими способами. Вот один из них – это сдать анализ крови на так называемое типирование. Специалисты выявят набор генов, которые отвечают за совместимость тканей. Второй способ – сдать мазок из полости рта. Заявку на вступление можно подать через госуслуги. Затем с вами свяжется представитель рекрутингового центра и расскажет, где и каким образом можно сделать тот или иной вид исследования. Обратиться можно и лично в рекрутинговый центр. В Чебоксарах – это станция переливания крови. Мы от этой акции ожидаем, что у нас, может быть, человек 150, 200, может быть, даже 300 войдут в регистр доноров костного мозга. У всех, кто принял участие в акции, примерно один мотив. Вдруг совпадут ДНК, а вдруг я смогу сделать хорошее дело и кого-то помочь. Это еще один шанс спасти, возможно, чью-то жизнь. Александр Петрушкин – спасатель по профессии и почетный донор России. Это уже позовы сердца. Мы сталкиваемся, когда при дорожно-тарапортном происшествии, когда люди много крови теряют, они нуждаются в крови. Поэтому тоже у нас многие являются почетным донором России, спасатели. И сегодня вот услышали мы, что акция проводится такая. Подать заявку на вступление и сдать анализ можно было не только в день акции, но и в любые другие дни. Это несложно. Впрочем, делать это нужно осознанно. Со мной лежал в палате Андрей. Ему в нашей стране нашлось четыре донора. То есть это фантастика. Четыре донора и был Саид, которому не нашелся донор вообще в мире. И семья Андрея пережила, знаете, сначала радость, а потом я даже не знаю, что они пережили, когда все четверо отказались. Вот. И хотелось бы просто, чтобы люди узнали о том, что донорство костного мозга, оно безопасное, оно безболезненное и очень важное. Как говорит Артем, главная проблема в том, что люди до сих пор думают, что донорство костного мозга сложная и страшная процедура. Хотя один из способов получения стволовых клеток – взятие крови из вены после употребления препарата-стимулятора. Подробная информация на сайте Федерального регистра доноров костного мозга. Ольга Пырочкина, Николай Скворцов, Национальное телевидение Чувашии.